Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Без доскового пендра морпов. Надо его уничтожить. Любовное письмо от Беллы де Гюнес. Мой возлюбленный Иосовин, хочется верить, что ты в добром здравии. Ты знаешь, сколь сильно к тебе мое расположение, и сколь сильно я жажду, чтобы ты был моим мужем. Но раз уж я приняла твое предложение, и вскоре мы должны будем стоять под венцом, то ты, наверное, понимаешь, что я должна надеть достойный и соответствующий такому моменту наряд. Платье из органзы у меня уже есть, но мне не хватает туфелек. Я слышала, что в Империи последний писк моды это туфельки из кожи многоножки. Прошу тебя, возлюбленный мой, добыть для меня одну такую бестию. Или две. Чтобы у башмачника случайно кожа не кончилась. Любящая тебя больше жизни, Белла де Гюнес. Белла де Гюнес. Давай. Вперед, во-два. На! Латва не так быстро! Латва не так быстро! А-а-а! Ты меня лоджи не доводишь! Белла тебе в жопу лизал! Про местности не свербит! Приказы Пеллегрина Мышастова. Достаньте этого выпендрежника Квайля! Гребаный задохлик хотел нас прикончить. Караван в этот раз сильно охранялся. Должно быть, подмаслил своих землячков из посольства. Мы, конечно, перебили всех черных, но я потерял нескольких хороших ребят. Раз уж Квайль хотел с нами поиграть, теперь мы порезвимся с Квайлем. Прижгите ему пятки и разузнайте, где он спрятал свою долю от последних налетов. Я точно знаю, что он не все спустил в Гвинт. А потом, пускай пляшет черный фанданго. Продолжение следует... Продолжение следует... Вероломный садовник Блуждая по лесам Караберты, Геральт случайно наткнулся на разбойничью шайку. Он быстро управился с проходимцами и на остывающем теле одного из них нашел весьма любопытное письмо. Геральт узнал из него о вероломном садовнике Нильфгардского посольства. Тот помогал разбойникам, и сотрудничество это дорого ему обошлось. В записке также упоминалось, что добыча спрятана где-то в посольской бочарне. Геральт быстро нашел спрятанную шкатулку. Довольный собой, он забрал ее содержимое, а затем поспешил навстречу новым приключениям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удачи в дороге! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она-то в талии тонкая, как иголка, а в жопе хошь хоть волка хавай! От работы кони дохнут. Короб для винограда тяжелее. Твои мечи. Эй, не ходи за мной. А откуда у тебя такие кошачьи глазища? Ну, меня и сушит. С мужиком хоть ешь, хоть смейся, хоть пей. А камни и палки оставить не смей. Мужу и псу не показывай жопу всю. С мужиком ходи. Что это у тебя с головой? Ведьмак этот здесь уже как-то был. Кто гвардейцев не боится, тот окончит не в темнице. В очень близких был отношение с нашей книгой. Правда? А мне аж не верится. Я слыхал, что эта молодая графинка, Изабелла Марина Сина, собирает всякие деревья, и они их вместе тянут. Ах! Я когда была молодая, другие были обычные. Какие-то... Мне вот идея графа Манье нравится. Мастерская бронника. Ему нужна новая масть. Гвинт — древняя игра. И в этом его сила. Традиции. Все старое умирает рано или поздно. А этот ведьмак не видел. На его место приходит новое. День, как день. Эдгар, а правда, что где-то в здешних лесах есть альфский руин? А рыцари-то на что я вас плачу? А старуха моя, когда ходила по ягодам, говорила, что какие-то стены среди деревьев торчат. И что, не стала туда заглядывать? А может, там сокровища? Может, сокровища. А может, и нет. Зато чудовище точно есть. Так что лучше туда не лезть. В хозяйстве на озере обед, говорят, стрижет парикмахер, что когда-то при дворе княги не работал. Я видел духов, ищу людей, которые также пережили странное явление в лесу Караберты. Я хотел бы поговорить о том, что же нам встретилось. Дагаберты. Ищу оруженосца. Шустрого паренька, привычного к коням, возьму к себе оруженосцем. Я опытный рыцарь, и всякий, кто начнет у меня службу, научится не только рыцарскому ремеслу, но также наберется опыта и светских манер. Габриэль де Пастерна. Франсуа де Валер, я тебя вызываю. Ничтожный, ни на что не годный вершеплет. Я читал твой пасквиль на мою теорию стихосложения и вызываю тебя на литературный поединок. Если у тебя осталось хотя бы крупица достоинства и отваги, приходи в резиденцию госпожи Арианы на ближайшую встречу и приготовь три стиха. Мы будем читать их попеременно. А люди пера пусть решат, за кем из нас правда. Без уважения и подписи. Ты хорошо знаешь, кто написал это послание. Услуги Бродника Эй, рыцарь! Если ты уже так далеко заехал в наши земли и у тебя прекрасные доспехи, но они по какой-то причине повредились, причины могут быть разные, вы же рыцарей носитесь сломя голову, а доспехи ваши страдают от этого немилосердно. Ну так вот, если с твоими доспехами приключилось что-то скверное, то я с удовольствием тебе их починю. Я бронник, а цены, которые я предлагаю, гораздо лучше тех, что тебе влепят в самом Баклере. Приглашаю, и ты не пожалеешь! Бронник Люциан. Княжеская гвардия извещает. В связи с проведением рыцарского турнира приезжих просим не провоцировать странствующих рыцарей на поединки. Не подчинившиеся будут сурово наказаны. Заместитель командующего княжеской гвардии Гораций де Фюнес. Ищу игроков в Гвинд. Поскольку граф Манье уничтожает игру в Гвинд, я решил устроить турнир. Он будет не такой представительный, как турнир Манье, потому что у меня нет столько денег, сколько у этого стервица. Могу только заверить, что в отличие от Манье, мы будем играть в настоящий Гвинд. Без этого странного скеллиги. Я Кератиберг. Благородному нашедшему. Я потерял подкову. Шипастую, с шипами такими, срезанными на конус. Купил ее дорого в Бельхавене. У нас таких не делают. Нашедшего угощу добрым вином. Марсель из Базана. По скриптум. Нет, сука, я не конь! Это не смешно! Ищу проводника. Будучи ученым Имперской Академии, я уже около 20 лет занимаюсь исследованием древней эльфской культуры. Тема моей текущей научной работы звучит как «Влияние архитектуры древних эльфов на людские строения». Я отдаю себе отчет в том, что территория леса Караберты классифицирована княжеской гвардией как крайне небезопасная. Но для настоящего ученого важнее всего ценности науки, которые мы ставим для себя выше всего прочего, включая жизнь. Собственно, поэтому я разыскиваю местного охотника или странствующего рыцаря, который согласится выступить в роли проводника и охраны. Рассмотрю только серьезное предложение. С уважением, Йохан Нескинс. Ищу даму в беде. Я начинающий странствующий рыцарь. Хотел бы прославиться каким-нибудь благородным деянием. Если кто-нибудь знает что-нибудь насчет женщины, с которой случилось несчастье, пусть мне сообщит. Лучше всего, чтобы она страдала в башне, куда бы ее заточил великан. Ну и чтоб было ей не больше двадцати весен, потому что мне и самому как раз столько. Ага. Ну и стан, чтобы у нее был гибкий, Аталия Осина. Эркюль для Ла Массе. Объявление. Ответ – нет. Д.Л. Куплю пчел. Я бортник, но из-за какой-то заразы в прошлом году в ульях у меня пусто, а раи красть я не буду. Если у кого есть пчелы на продажу, с удовольствием выкуплю. Алаис. Эдгар, а правда, что где-то в здешних лесах есть хальские руины? Эх, сам глядил. Ах, разы лебеды, ведьма, добрый день. Погоди, у меня в носу и соплят. И что? Не стал туда заглядывать? А может там вся кровь? Тяжко на службе с пустым брюхом. Вау! 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 Вау. Ваау! Вау! Вау! Зимак едет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Торчма! Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Подвеска. Похоже, на небольшой ключик. Может, где-то здесь тайник? КОНЕЦ Бенши. Бенши воют и рычат. И если вы слышите их вою, то будьте уверены, сегодня же вы отправитесь в мир иной. Попрошайка из Дундара. Древние сплетни утверждают, что Бенши – это духи женщин, застрявших между жизнью и смертью из-за тяжелых переживаний. Их стон и вой считаются верным признаком скорой и неминуемой смерти, хотя говорят, они на живых не нападают. Чаще всего они являются в виде бледных женщин в лохмотьях, с иссушенными лицами и сморщенными мертвыми телами. Запыленный дневник. Дневник рассыпается от старости. Можно расшифровать только часть записей. Шестнадцатый день месяца Ламас. Год 1178. До премьеры осталось всего несколько дней. Среди гостей должен быть даже князь Роже со своей фавориткой, графиней Бестейшер. Я готова. Это роль. Это будет мой опус магнум. Я не чувствую ни дрожи, ни страха перед приближающимся выступлением. Но меня ужасает она. Анника. Она прямо краснеет от зависти, как только мы выходим на сцену вместе. Разве моя в том вина, что эта провинциальная актриса, к тому же эльфка, не столь талантлива, как я? Неужели она и впрямь ожидает... Фрагмент неразборчик. Двадцать четвертый день месяца Ламас. Год 1178. Ее ненависть прямо-таки ощущается. Я поражена. Я говорила об этом с режиссером, но думаю, он не принял меня всерьез. Он слишком поглощен приближающейся премьерой. Двадцать девятый день месяца Ламас. Год 1178. Анника рылась в моих вещах. Она читала этот дневник. Я застала ее, когда она сидела в моей комнате. Меня поразило то, как она отреагировала. Разумеется, я взорвалась. Я накричала на нее, но достаточно было только одного ее взгляда, чтобы я замолчала от страха. Соберу все свои самые ценные вещи и спрячу их в амфитеатре. Отныне ключ от сундучка я всегда буду держать при себе. О жерелье, которое сделал для меня ювелир, часть листка рассыпалась. Тридцать третий день месяца Ламас. Год 1178. Все хуже и хуже. Боюсь, что она хочет меня убить. Стелец в спину. А может быть яд в вино? Но как же это театрально? Клянусь богами, если это никчемное существо попытается причинить мне вред, я превращу этот амфитеатр в преддверие ада. Упырь в амфитеатре Ведьмак направился к руинам старого амфитеатра, издавна пользовавшимся дурной славой. И там нашел останки молодой женщины. При них же был приятно пахнущий дневник. Из него Геральт узнал, что амбициозная девушка пожелала воспроизвести последнюю сцену, сыгранную Примадонной этого театра. И что-то пошло не так. Геральт, который уже пробовал себя в актерском ремесле, решил сыграть ту же самую сцену. Геральт сыграл свою роль согласно Рибретто и со всей душой. В разрушенном театре тут же стало тесно от привидений. Они жаждали зрелищ и живо реагировали на схватку с призраком проклятой актрисы, которую Геральт призвал, разыгрывая сцену. Призрак же жаждал человеческой крови, так что ведьмаку пришлось воспользоваться своим серебряным мечом. Геральт нашел скрытый тайник, а в нем немалые сокровища. Весьма довольный находкой, он отправился в дальнейший путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На клинке свежая кровь. Это меч Гюго? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следы крови. Гюго может быть ранен. Кровь еще не засохла. Тепло и сыро. И киморы любят, когда попрохладнее. Наверное, поэтому они держатся подальше. Холера горячо. Как бы не обжечься. Нужна какая-то защита. Может, Квен попробовать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, как угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА